У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы. Так называется статья издания Досье. В ней рассказывается, как практически из воздуха Путин заработал 1 миллиард 120 тысяч долларов и купил за эти деньги яхту. Как удалось прокрутить аферу, кто помог Путину ее реализовать, поговорим с автором статьи Ильей Рождественским. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Расскажите, пожалуйста, об этой газовой афере только так, чтобы зрители и мы смогли четко все понять. Это на самом деле, да, это будет очень простым языком, поскольку на самом деле это простая и в чем-то даже гениальная, наверное, схема. На севере России, за арктическим кругом, есть месторождение газа. Оно не самое крупное в стране, но все равно достаточно значимое. Транспортировать газ из этого месторождения нельзя через газопровод, можно только по морю. Соответственно, в конце 90-х, начале нулевых, началось развитие этого проекта, он получил название Ямал-СПГ. В середине нулевых этот проект, в результате того, что на текущих владельцев возбудили уголовное дело, этот проект сменил владельцев. И перешел в руки, как мне удалось выяснить, к человеку по имени Петр Колбин. Петр Колбин — это давний друг Владимира Путина, друг детства, они ровесники. Они познакомились, когда им было всего по 5-6 лет. Вместе их семьи отдыхали в деревне в Ленинградской области. Петр Колбин и Владимир Путин даже вместе дрались против сельских юношей на местной дискотеке. Но вот их дружба протянулась сквозь года. Петр Колбин стал номиналом Владимира Путина. Петр Колбин этот проект получил за бесценок, по большому счету. Ну, не совсем за бесценок, конечно, но стоимость была сильно занижена. Ничего с ним пару лет не делал, а потом просто продал. Продал компании «Новотек». И разница его прибыли составила 1 миллиард 120 миллионов долларов. Тут можно было бы сказать, что вот он же как бы, вот он себе же, наверное, эти деньги забрал. Но на самом деле это не так. Он не конечный бенефициар всей этой схемы. Он выстроил цепочку офшоров наверху, которая оказалась панамской компанией. Мы получили документы этой панамской компании. Так мы смогли установить, что Петр Колбин имеет непосредственное отношение. Но самое главное, что деньги, поступив на счет к этой панамской компании, там частично, по крайней мере, не остались. Эти же деньги пошли на то, что была оплачена постройка яхты «Грейсфул». Яхта «Грейсфул» — это яхта, которая принадлежит Владимиру Путину. Это призвано уже Министерством финансов Соединенных Штатов. Именно с такой формулировкой это судно внесли в санкционные списки. То есть получилось, что деньги от этой аферы с газовым проектом, они пошли в том числе на то, чтобы сделать президенту Владимиру Путину вот такой подарок. По большому счету, это был бы подарок, если бы Петр Колбин был истинным бенефициаром. Это была бы взятка, наверное, с его стороны. Но проблема в том, что Петр Колбин — это номинал. Это человек, который лишь действует в интересах российского лидера. На самом деле, сам Петр Колбин никакой не миллионер. Он всегда жил и он, и его семья достаточно скромно. Но вот он просто держал деньги в интересах Владимира Путина. Так что и яхта путинская, и миллиард тоже путинский. А вот этот Петр Колбин, он еще где-то фигурирует? Как, грубо говоря, Путин попросил его выступить игроком в этой всей... Это не первая схема, в которой он участвует, а именно для Путина. Это, безусловно, не первая схема, в которой он участвует. В принципе, Петр Колбин в недалеком, наверное, прошлом, в 70-х, 80-х годах, он был простым ленинградским мясником. Человек буквально разделывал туши мяса и довольно долго считалось, что одно из его главных качеств — это умение выбрать хороший кусок мяса. Его бизнес-карьера внезапно прошла в гору в тот момент, когда Владимир Путин стал президентом Российской Федерации. Соответственно, с начала нулевых у Петра Колбина расцветают самые разные бизнес-интересы. В основном они все связаны с нефтью, нефтепродуктами и газом. Он известен по нескольким историям. Например, Петр Колбин передавал квартиры, дорогую недвижимость в самом центре Москвы семье Алины Кабаевой. Алина Кабаева, как мы с вами некоторое время назад в этом же эфире обсуждали, это, в общем, неофициальная супруга Владимира Путина. Соответственно, вот Петр Колбин запомнился тем, что он помогал семье Алины Кабаевой с недвижимостью. Кроме того, Петр Колбин попал в санкционные списки тех же Соединенных Штатов, да и по всему миру, насколько я помню, как человек, входящий в ближнее окружение Владимира Путина. Кроме того, сын Петра Колбина, Владимир Колбин, это человек, который участвовал в финансировании постройки знаменитого ныне дворца Владимира Путина под Геленджиком. Вот эта вот гигантская махина, которая стоит больше 100 миллиардов рублей, сейчас, наверное, уже сильно больше 100 миллиардов рублей, вот деньги на нее собирали, в том числе с участием сына Петра Колбина. В общем, семейство Колбина связано с Владимиром Путиным самыми разными способами. Они действуют исключительно в его интересах, они вот его доверенные лица. Илья, вот если вернуться к этой, собственно, то, куда были потрачены эти миллиард с хвостиком, вот эта вот яхта Грейсфул, что о ней известно, пользуется ли Путин вообще, то есть где она сейчас вообще может находиться? О ней известно довольно много. Яхта Грейсфул – это ныне самая длинная, самая большая и самая дорогая яхта президента Российской Федерации, поскольку предыдущая, самая большая ее яхта Шехелезада в начале войны была арестована в Италии. Соответственно, вот этого судна он лишился, у него осталась Грейсфул. Грейсфул – это прекрасное судно, построено, закончено строительство, вернее, в 2014 году на немецких верфях, а начиналось строительство вообще на российской верфи завода «Севмаш» в 2006 году. Тут забавно, что вообще-то завод «Севмаш» – это военный завод, он яхты обычно не строит, он строит военные корабли и атомные подводные лодки. Ну вот часть яхты Грейсфул заложили на этом заводе. Стоимость этой яхты порядка 100-100 миллионов долларов, но еще ее обслуживание обходится примерно в 5-10 миллионов долларов в год. Тут забавно на самом деле, что перед войной, непосредственно перед войной, буквально там за несколько дней яхта находилась в Германии, и за несколько дней до начала вторжения она снялась с яхты, экстренно покинула доки, не закончив плановый зимний ремонт, и отправилась в Калининград. То есть яхту Грейсфул путинскому окружению удалось спасти. В Калининграде, как мы можем сейчас судить по документам этого судна, яхта закончила все-таки ремонт, недолго пробыла в море, дошла до Петербурга, и вот недавно, в конце октября, если я не ошибаюсь, она вернулась обратно в Калининград, видимо, на зимовку, будет там дальше стоять до открытия нормального судоходного сезона. Но в Петербурге под нее друзья Владимира Путина уже даже построили специальный причал, выгородили там местечко для этого прекрасного, в общем, довольно красивого судна. Ну вот с ним все хорошо, оно не пострадало, наверное, Владимир Путин сможет им воспользоваться. Да, наверное, уже пользовался. А эта яхта прямо на нем лично зарегистрирована? Нет, конечно же нет, Владимир Путин на себя лично ничего не регистрирует, иначе, но это было бы слишком просто. Нет, к несчастью, нет, на него лично, помнится, был зарегистрирован прицеп марки «Скиф», но, кажется, от него он тоже избавился, не скажу сейчас точно, не помню его декларацию последнюю. Нет, яхта «Грейсфу», официальный ее владелец, это компания «Аргумент», российская компания «Аргумент», это компания известна тем, что ее основатели, ее совладельцы в недалеком прошлом, это сотрудники Федеральной службы охраны, то есть люди, которые непосредственно занимаются защитой Владимира Путина. И также еще один из совладельцев, это сотрудник, что там сотрудник, это глава управления делами президента. Соответственно, это вот те самые люди, которых мы также знаем по строительству того самого знаменитого дворца под Геленджиком. Они занимались этим строительством, то есть они его курировали, они не деньги собирали, они буквально вот ходили по стройке и определяли, что где должно стоять, как это все будет выглядеть, они здесь этот процесс сопровождали. Ну и кроме того, в компании «Аргумент» есть еще совладелец, а юридическое лицо — это вот один из офшоров, который связан со сделкой по перепродаже этого газового проекта «Ямал-СПГ». То есть, в общем, круг замкнулся. Илья, вот мы заговорили о яхтах, да, вот хотелось бы, вы вспомнили о Шахерезаде, вот хотелось бы, в принципе, понять, сколько их вообще, этих яхт, которые, вот, как вы сказали, не записаны, да, на Путина, но тем не менее он фактически владельцем их является. То есть, ну, во-первых, вот такой фетиш, наверное, я не знаю, Путина, наверное, как у всех очень богатых российских олигархов, вот яхты, да, ну, очевидно, у Путина их очень много. Интересно, он вообще на них отдыхает или нет? Он бывает на этих яхтах? Он действительно бывает на этих яхтах, он пользуется ими сам, пользуется его окружение, я имею в виду Алину Кабаеву. Насколько мы можем судить, она пользовалась яхтой Шахерезада, но больше не придется. У Светланы Кривоногих еще одной, предполагаемой, любовницы господина Путина есть своя собственная яхта «Альдога», и 40 с чем-то метровое судно очень неплохое, и она пользуется действительно этой яхтой. Я бы, на самом деле, возвращаясь чуть назад к вашему вопросу, я бы не сказал, что у него такой же фетиш, как у российских олигархов, потому что российские олигархи-то обычно ограничиваются одним, может быть, кто-то двумя суднами, а вот сколько яхт, связанных с Владимиром Путиным, тут, наверное, и никто не возьмется подсчитать, потому что я прикидывал, что у него есть, по крайней мере, 7 судов, ну, помимо Грейсфа, Шахерезада и еще, соответственно, вот 5 с ним связанных судов. Но я боюсь, что эта цифра не окончательная, потому что вокруг него создано целое, ну, для удовлетворения интересов, потребностей, не знаю, в чего там, прихоти Владимира Путина, его окружение занялось тем, что создало целую сеть компаний, их порядка, ох, больше ста, наверное, которые занимаются тем, что обслуживают его резиденции, владеют виноградниками вокруг этих резиденций, возят его на частных самолетах, если в этом есть необходимость, в основном, конечно, возят его окружение на частных самолетах и в том числе владеют различными судами. И я боюсь, что в какой-то перспективе мы узнаем, что этих судов, ну, там, десяток, может быть, даже чуть больше, там, дюжина, дюжина с лишним, что-то вот такое. Почему их так много? Это очень сложный вопрос. Я боюсь, это нам придется все-таки задать отдельный вопрос Владимиру Путину, когда все-таки представится такая возможность сделать это в нормальной обстановке. Но какое-то судно обычно стояло рядом с дворцом в Геленджике. Какое-то судно находится, традиционно находится где-нибудь на севере, в районе Петербурга. И чтобы вот не перегонять, вот они вот отдельно, каждая в своем месте. Есть еще отдельное судно для того, чтобы путешествовать по Ладожскому озеру и заходить в местный монастырь. Но, в общем, на все случаи жизни, чтобы, видимо, господину президенту не пришлось ждать, пока судно дойдет из одной точки до другой, вот в конечной точке уже есть новое судно. И в предыдущей точке есть судно, и еще где-нибудь есть судно. В общем, такой, я не знаю, в России есть сервис Яндекс.Яндекс.Такси, который позволяет моментально вызвать такси в любую точку. Вот, видимо, у Путина Яндекс.Яхта своего рода вызывает суда в любую точку, куда ему нужно. А как вам вообще удалось узнать об этой афере, раскрыть ее? Как вы работали над этим материалом? Насколько просто было искать доказательства? Не буду раскрывать всех секретов, как я столкнулся с этой темой, но скажу, что мне было интересно посмотреть на бизнес-активы господина Колбина, ну, потому что, в общем, не секрет, что он связан с Владимиром Путиным. В конце концов, отец Петра Колбина в начале нулевых дал интервью, где, по большому счету, признал, что эта связь есть, и что его сын работает на Владимира Путина. Мне было интересно посмотреть, какие активы у него были, какова их судьба, и я погрузился вот в том числе вот в эту сделку, связанную с Ямалом СПГ. А это было, ну, не могу сказать, что суперпросто, но часть этих документов, которые легли в основу расследования, они были получены вполне официально из Кипрского реестра, и там дальше уже было дело техники найти эти недостающие документы. Ну, в общем, это был не... Ну, это, в общем, такой экскурс в биографию Петра Колбина, с него все началось, и вот, в общем, принесло некоторые результаты. Илья, вот, ваше это далеко не первое такое расследование, да, вот мы с вами общались по поводу и Алины Кабаевой, и там тех схем, которые там и ее родственники, в том числе, получали определенный профит, и другие расследования. Есть ли вот определенный фидбэк, что называется, у вас вот с аудиторией, действительно ли вот это вызывает огромный интерес, действительно это открывает глаза, возможно, даже некоторым, потому что мы понимаем, в каком сейчас состоянии находится российское общество под этой пропагандой, и, ну, тяжело им объяснить, что воруют все, ну, кроме вот президента, президент, видите ли, святой там, или, как говорят, вот царь хороший, бояре плохие, да. То есть, если вот у вас определенный, действительно, ответ аудитории, да, что вот действительно это пользуется популярностью, это смотрят, это этим интересуются, и, ну, возможно, даже хотят еще узнать каких-то подробностей о других, мы понимаем, что коррупция – это вообще не паханное поле в России. Ну, оно, конечно, немножко паханное, все-таки не мы первые всем этим занимаемся. Я думаю, что очень много есть о чем говорить, да. Я понимаю, да. Я бы сказал так, что сложные бизнес-схемы по перепродаже газового месторождения вызывают чуть меньший интерес, чем мне бы хотелось. А вот предыдущее расследование, про которое мы с вами говорили в эфире, про Алину Кабаеву, ее окружение и различные сделки с ней связаны, вызвали куда больше отклик, и, ну, это, в общем, неудивительно, поскольку Алина Кабаева до сих пор достаточно популярна в России, и, да, это вызывает отклик у населения, и, ну, кто-то что-то, конечно, новое узнает. Но есть еще такой фидбэк, что один из наших предыдущих текстов в центре досье вызвал такой фидбэк, что одна из яхт Путина, яхта Нега, попала под санкции США вскоре после выхода этого текста. И это забавно, на самом деле, для меня. Я сравнительно недавно обнаружил, что в пресс-релизе Минфина был буквально процитирован мой текст про эту яхту и про то, зачем она нужна и как она Путином используется. Ну, в общем, наверное, это тоже некоторый результат нашей работы. Ну, вот лишили господина президента, в каком-то смысле, лишили одного судна. Ну, вот и такой фидбэк тоже бывает от аудитории. Ну, все равно, получается, этих расследований действительно не одно и не два. Но россияне, ну, как-то это их не очень будоражит. Там и про Медведева, и про Путина, про эти все дворцы, яхты, любовниц, жен. Об этом всем говорится, в обществе обсуждается. Но, ну, как бы к действиям, конечно, наверное, оно никаким не приведет. Вряд ли россияне выйдут на протест под поводу того, что Путин украл очередной миллиард. Ну, как вы думаете, сколько еще должно, что должно еще произойти, какие факты должны еще вскрыться, чтобы на следующих выборах они за него не голосовали, если говорить там десятках годов раньше? Ну, я, наверное, с вами в этом плане не соглашусь, потому что россияне выходили на акции протеста в связи с коррупцией. Правда, для этого требовалось все-таки, чтобы их на эти акции протеста призывал Алексей Навальный, потому что выходили люди на акции протеста после его материалов, основанных в том числе на том, что до него писали самые разные издания его материалов о Дмитрии Медведеве, его дворцах, об уточке его резиденциях и так далее. Выходили люди на массовые акции протеста после выхода фильма о Владимире Путине и его дворце, собственно, под Геленджиком, и тоже этот материал был основан в том числе на работе журналистов, которые писали про дворец Путина порядка десяти лет. Ну, есть некоторый накопительный, наверное, эффект у таких публикаций. Наверное, в какой-то момент это в том числе, вряд ли это будет единственным фактором, но в том числе может как-то подтолкнуть какие-то акции протеста. Ну, я не буду скрывать, я не жду, что после моего материала про Ямал-СПД по России прокатится волна возмущения, волна протестов и случится революция или что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, должен быть какой-то именно накопительный эффект, мне кажется. Но, вероятно, он будет. Но ведь и тогда, напомните, выходили Москва, Петербург, а вот такие какие-то дальние регионы, даже Бурятия. Нет, что вы, что вы, нет. Выходили люди по всей стране. Да, самые массовые протесты были в Москве и в Петербурге, и эти протесты, собственно, самым массовым образом и самым жестоким образом и подавлялись, и разгонялись. Я очень хорошо помню, как я бегал от сотрудников полиции, собственно, на этих протестах, чтобы меня не догнали и не побили. Но протесты были не только в Москве. Протесты вот такого масштаба, они все-таки прокатываются по всей стране, от Иркутска, от Владивостока и до самых западных регионов. Ну, в общем, как бы, это, наверное, доказывает, что все-таки эффект от таких публикаций есть. Я к тому, что, да, именно такие регионы дальние, бедные, не такие, как живет Москва, понятно, за МКАДом жизнь другая. Вот они, для них эти материалы должны больше резонировать. И на фоне того, что сейчас проходит мобилизация, и мы видим, как гребут российских солдат, голых боссов, не обувают, не одевают, мало того там ни носков, ни трусов не дают. Вот такие вот материалы и должны иметь эффект, как ваш, о том, что пока одних на войну, на смерть без ничего, вот у Путина миллиард и 120 тысяч на яхту Грейсфул, на которой он там иногда катается. Ну, я рискну предположить, что сумма в миллиард 120 миллионов воспринимается все-таки не очень хорошо, но в конце концов, кто из нас видел такую сумму вживую? И, возможно, на каком-то чуть более приземленном, что ли, уровне, на уровне, который чуть ближе нашим читателям, зрителям и слушателям, лучше воспринимается история про коррупцию, которая связана вот с теми людьми, которых они видят непосредственно, не знаю, чиновников каких-нибудь местных управах, местных сотрудников полиции, которые украли там не миллиард долларов, даже не миллиард рублей, а не знаю, там лишние 100 тысяч или миллион. И такие случаи коррупции, конечно, тоже должны расследоваться, в том числе журналистами. И, ну, вот, мне кажется, от них эффект может быть даже больше. Спасибо вам большое, Илья, за вашу работу. Илья Рождественский, автор статьи о том, как Путин фактически украл 1 миллиард 120 тысяч долларов и прокрутил газовую аферу. Спасибо.